Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и, как и всегда, обсуждаем основные фундаментальные события, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Снова напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда сможете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала Амаркетс с торговыми идеями, в котором на ежедневной основе мы размещаем огромное количество аналитического контента вам в помощь. Ну что ж, к повестке сегодняшнего экономического календаря. Сегодня в центре внимания трейдеров отчет Non-Farm Perils, переоценить который практически невозможно. Это один из самых важных релизов, позволяющих оценить состояние американской экономики. А для нас, как для трейдеров, инвесторов и спекулянтов, этот отчет еще и возможность разобраться чуть больше в перспективах американской денежно-календарной политики. В 15.30 по московскому времени выйдет блок данных по рынку труда. Это количество новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, темпа роста зарплаты и в целом показатель уровня безработицы. Также сегодня в 17.00 по московскому времени, буквально через несколько часов после отчета по Non-Farm Perils, еще один важный индикатор состояния американской экономики – это активность сферы услуг, АСМ. Объективный показатель лучше всего характеризует данную отрасль. И для общего закрепления представления о том, что происходит в американской экономике, он точно будет не лишним. Ну, конечно же, по деталям статистики мы с вами поговорим уже во время следующего брифинга, который состоится, как и всегда, на открытии недели в понедельник. Чтобы далеко не отходить от американской статистики, от Non-Farm и динамики доллара, хочу отметить, друзья, то, что индекс доллара сейчас котируется на уровне 101.73 пункта. То есть, в соответствии с нашими ожиданиями, мы смирились некоторое время назад, что вот этот период до заседания Федрезерва – это, скорее всего, период консолидации индекса доллара в диапазоне 101-103 пункта. И оказались правы, потому что именно в этом коридоре и блуждает сейчас этот финансовый актив. По поводу вчерашнего релиза по рынку труда. ЭДП-статистика обычно ее называют как репетиция перед официальными цифрами. И этот отчет несколько разочаровал, поскольку общее количество новых рабочих мест составило всего лишь 128 тысяч, против прогноза 300 тысяч. Ну, конечно же, логически рассуждая, можно предположить, что если ЭДП подвел, то есть высокая вероятность того, что и официальные цифры Non-Farm Pails будут хуже прогнозов, и скорее разочаруют. Ну и вот тут начинается самое интересное, друзья, потому что какой бы ни вышла статистика по Non-Farm Pails через несколько часов в 15.30 по московскому времени, по моему субъективному мнению, эта статистика будет интерпретирована только в одном ключе. Любой характер цифр, будь то цифры, которые превзойдут ожидания экспертов или окажутся ниже ожиданий, все равно будут подталкивать американский регулятор к повышению процентной ставки. Ну, звучит странно, конечно же, но я сейчас попробую объяснить, почему я так в этом уверен. Предположим, если мы увидим сегодня хорошие цифры, это будет означать то, что рынок труда США продолжает активно прогрессировать. Рост числа новых рабочих мест доказывает здоровое состояние экономики в целом, то есть автоматически будут убраны с рынка все идеи, предположения и опасения относительно того, что американская экономика скатывается в рецессию. А если не будет вот этих страхов того, что завтра за поворотом, опять же, стяжной экономический спад, то тогда американский регулятор сможет выдохнуть, не думать о последствиях, которым приведут вот эти действия по ужесточению монетарной политики и активно сможет повышать ставки, как он планировал ранее. Может быть, даже еще в более агрессивном включении на 0,5%, как планировалось в июне и июле. Кто знает, может быть, он даже отважится на повышение ставки сразу на 0,75%. В общем, как вы прекрасно видите и понимаете, хорошие цифры приведут к тому, что ФРС станет более решительным в своих действиях по ужесточению монетарной политики. Разумеется, это все, опять же, разговоры о потенциальной базе для роста доллара. И в обратном, опять же, случае, в другом сценарии, когда мы увидим плохие цифры. Плохие цифры по американскому рынку труда будут означать, что ФРС потерял очень много времени своей нерешительностью и бездействием ранее, в прошлые месяцы, когда инфляция реально уже росла, но Федрезерв никак не мог решиться на повышение процентной ставки. А если мы сейчас видим плохие цифры по рынку труда, это значит, что экономика уже столкнулась с последствиями, крайне негативными разгонной инфляции. Инфляция, которая ударила по прибылям корпоративного сектора, по промышленному сектору, по сфере услуг, по доходам домохозяйства, потребительской активности, по экономической активности стала тормозить экономику. И чтобы, друзья, дальше не стало еще хуже, нужно прямо искоренить вот эту проблему в виде высокой инфляции, которая и привела ко всем этим негативным последствиям. А чтобы решить эту проблему, нужно сейчас активно ужесточать монетарную политику. Поэтому здесь тоже мы выходим к сценарию, который предполагает только лишь укрепление курса американского доллара. Значит ли это, что сегодня после отчета Non-Farm Perils доллар сильно вырастет? Нет, я думаю, что сегодня, опять же, реакция будет, конечно же, потому что нужно отдать дань уважения этому релизу, и волатильность, она не может не последовать за выходом столь важного релиза. Но до заседания Федрезерва, которое состоится в середине этого месяца, я не ожидаю серьезных движений по индексу американской валюты. Если доллар сегодня вырастет, я буду рад, потому что я держу длинную позицию по индексу американской валюты и короткую позицию по паре евро-доллар. Но заранее я предпочитаю все-таки не настраиваться на слишком многое, чтобы потом не разочаровываться. И мой основной сценарий – это скромное восстановление американского доллара сегодня. Если оно не последует, то я особо не расстроюсь, потому что знаю, что 15 июня Федрезерва все равно поможет доллару и мне, соответственно, как покупателю индекса американской валюты. По другим инструментам золота – 1868 долларов за тройскую унцию – мы с вами блестяще определили локальный тренд, который принесет нам профит и прибыль. Так оно и случилось. Золото активно выросло, растет. Текущие котировки я уже назвал. Цели наши – 1890-1900 долларов за тройскую унцию. И поскольку сегодня на повестке важный релиз, я допускаю, что эту цель мы с вами легко сможем сделать. Еще одна хорошая новость – это последний отчет CFTC от американской комиссии по торговле товарными фьючерсами. Так вот, прошлой неделе стала первой неделей за последние шесть, то есть, по сути, за полтора месяца, когда общая совокупная длинная позиция со стороны институционалов не сократилась, а увеличилась. Это значит то, что институционалы снова обратили внимание на золото, как на актив, который интересен для покупок и актив, который может принести доход. То есть мы с вами даже раньше институционалов увидели потенциал роста, друзья, в этом инструменте. Поэтому, конечно же, большие молодцы. Что касается рынка нефти – 117-45 долларов за баррель. Я пока что вне рынка, вне оппозиции рассчитывал, что все-таки будет коррекция в район 110 долларов за баррель. Но ничего, всех денег не заработаешь. Если вы, друзья, нашли более оптимальную точку входа, то есть успели заскочить на коррекции последних дня, то молодцы, конечно же, потому что, на мой взгляд, движение вверх продолжится. Страна ОПЕК, вопреки прогнозам и ожиданиям, всего-таки согласовали рост нефтедобычи до 648 тысяч баррелей в сутки в июле и августе. То есть раньше квота предполагала увеличение добычи на 432 тысячи. Почему не последовало негативной реакции, которая могла бы последовать? Все очень просто. Ну, во-первых, страна ОПЕК плюс. Когда что-то говорят, это не значит, то, что они это сделают. Даже прежние квоты они никогда не соблюдались. Например, в прошлом месяце вместо увеличения добычи на 432 тысячи баррелей в сутки производства было повышено только лишь на 200 тысяч. Многие считают, что вот это увеличение в июле и августе, это только лишь то, что компенсирует прежние планы и действия, которые должны были быть реализованы. Ну и главный, конечно же, аргумент, что страны ОПЕК плюс, к сожалению, это уже доказывает последние объемы нефтедобычи, не обладают достаточным количеством свободных производственных мощностей, чтобы выбрасывать на рынок большее количество нефти. Поэтому никто особо в эту активность не верит сейчас. Да и даже если произойдет чудо, если страна ОПЕК действительно увеличит добычу на 650 тысяч, это все равно не решает проблему серьезного дефицита. Предложение, которое уже наблюдается, фиксируется, и в целом производство нефти по темпам рост отстает от увеличения спроса больше, чем в 3-4 раза. Фактор поддержки для рынка нефти тоже, как и ожидалось, выступил блок данных по запасам. Запасы нефти в США снизились, запасы бензина снизились и существеннее прогнозов. Поэтому длинная позиция здесь остается в приоритете, но я пока без сделок. Австралиец еще одна очень хорошая сделка, которую мы провели 0,7255. Сейчас котировки, наша цель 0,73. На следующей неделе состоится заседание Резервного банка Австралии 7 июня, и тогда мы цель точно сделаем. Американский фондовый рынок Лонг сохраняем 4176 пунктов, собственно, как и раньше. И по евро, доллару пока что короткая позиция 1,0750 в соответствии с ожиданиями роста индекса доллара, но эти инструменты коррелируют между собой. Следующая неделя это заседание Европейского Центрального банка. Я надеюсь, что там будет больше вводных по изменению денежно-кредитной политики, и, возможно, там евро сможет просесть. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошего вам закрытия недели. Всем пока!